В Твере стартовал региональный этап конкурса «Учитель года-2023». За право представлять Верхние Волжи уже на всероссийском уровне поборются 10 участников со всей области. Участников ждут несколько испытаний, которые позволят продемонстрировать свое педагогическое мастерство. Первое задание — открытый урок. На нем побывала и наша съемочная группа. Региональный этап конкурса «Учитель года» проходит в несколько туров. Первый был заочный. Из 27 участников, проявивших себя на муниципальных конкурсах, комиссия отобрала 10. Теперь их ждут очные испытания. Они проходят на площадке гимназии номер 44. Первая задача — открытый урок. Перед учителем — незнакомый класс и члены жюри. Но для молодого педагога и победителя муниципального этапа Александра Мамоткова — это отнюдь не преграда на пути к победе. Волнение есть всегда, потому что мы живые люди, все равно у нас есть эмоции. Наша профессия учителей предполагает такую компетенцию, как эмоциональный интеллект. А эмоциональный интеллект в том числе заключается в умении контролировать свои эмоции. Поэтому вот, будем проверять себя на прочность таким образом. В конкурсе принимают участие как уже опытные педагоги, так и специалисты, только недавно вставшие на учительскую стезю. Как рассказала молодой учитель географии Юлия Великотская, конкурс — возможность не только показать себя, но и на коллег посмотреть, поучиться у них. В первую очередь, это, конечно же, профессиональный рост. Конкурс является отличной площадкой для молодого специалиста. Нет предела совершенства, поэтому как молодому специалисту, так и опытному преподавателю здесь есть чему поучиться. Участников, кроме открытого урока, ждут такие испытания, как воспитательное событие, где от педагога потребуется продемонстрировать компетенции в области организации и проведения внеурочного занятия. И еще одно вопрос учителю года. Конкурс «Учитель года» не просто объединил людей одной благородной профессии. Он объединил людей, которые творчески подходят к своему делу, искренне любят детей, которые продвигают лучшие педагогические традиции. Этот конкурс способствует популяризации профессии педагога. Конкурс не только повышает престиж профессий учителя, но и открывает педагогические таланты, подчеркивает глава региона. Тверская область всегда славилась учителями с большой буквы. Сегодня педагоги Верхневолжья активно внедряют современные программы и технологии обучения. При этом сохраняют выдающиеся традиции отечественного образования. Воспитывают детей на основе уважения к труду, к истории нашего отечества, заботливого отношения к родной земле. Оценивать мастерство участников будет экспертная комиссия. Победитель осенью отправится на всероссийский тур представлять Тверской регион. Напомню, в Тверской области действует ряд мер поддержки учителей. Это и проект по привлечению специалистов на село, и единовременные выплаты в 10 тысяч рублей перед новым учебным годом, которые получали учителя и доплаты за классное руководство, а также стимулирующие надбавки молодым специалистам.